Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня понедельник и, как всегда, с вами программа «В мире знаний» общественной радиотелевизионной компании «Нальчик». В конце лета прошел всероссийский турнир по дзюдо в памяти Куанча Бабаева. Это мероприятие стало традиционным и проходит оно у нас здесь, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике. Оставайтесь с нами! В соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 20 регионов Российской Федерации, около 500 человек. Этот турнир является отборочным на первенство России в возрастной группе до 18 лет. Победители получат право участия в финале страны, который пройдет в городе Тюмени в начале ноября 2018 года. Позвольте пожелать всем участникам здоровья, искрабленной, красивой борьбы во время города и, конечно же, объективного совместа. Разрешите мне от имени Федерации дзюдо России поприветствовать вас в всероссийском турнире в памяти мастера спортсмены Кабаева Ивановича Хамиловича. Позвольте нам успехов на этом катале, тем более, что этот турнир у нас является отборочным. Позвольте, чтобы достойно отобрались на первенство России и не менее достойно отборолись на первенство России, который пройдет в городе Тюмени. В пользу случая хочу поблагодарить организаторов и соревнований лице правительства Республики Кабардино-Балкарии, Министерства спорта Кабардино-Балкарии, Федерации дзюдо Кабардино-Балкарии, и, конечно же, нам и близких людей Туанча Хамиловича за этот прекрасный турнир организованной национальности. Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкария Это турнир мы уже проводим 14 раз. География турнира растет с каждым годом, начиная с Челябинска, Ижевска, Ульяновск, Саратов, Казань, Волгоград, до Питера, до Москвы. Все команды, практически вся Россия здесь. На совещании судьи говорили наши представители, что наш турнир, он ничем не уступает первенству России. Теперь вот на протяжении последних пяти лет наш турнир, у него статус отборочного турнира на первенство России. То есть он официальный турнир, который висит в календаре Федерации дзюдо России. И вот на каждый турнир приезжают представители с Федерации дзюдо. В частности, в этот раз приехал Абдурагим Мусимович Эльдарханов. Он заслужен тренер России и заместитель руководителя департамента по проведению всероссийских мероприятий. Главным судья соревнований у нас почти всегда является Янкужев Мухаммед Хасанович. Он также заслуженный тренер России. И мы тоже друзья, родственники Хуана Чабабаева. Стараемся, чтобы наш турнир, вон, выглядел в календаре мероприятий достойно. Около 600 участников. И в прошлом году было больше 500. А в отрасной категории? Он до 18 лет. Юноши и девушки до 18 лет. И, конечно, и судьям, и организаторам такое количество провести сложно, но все хотят принимать участие. А в отрасной категории? Первый раз приехали на эти соревнования? Нет, почти не третий или четвертый год приглашают нас сюда. Мы участвуем здесь в вашем турнире. Как вы оцениваете эти соревнования ежегодно? В высшем уровне. Вот в высшем уровне. Поэтому мы заинтересованы в этом, участвовать в этом именно турнире. Кого привезли с собой? Сколько человек? Какая команда? Вот основной у нас все спортсмены из Баку, города Баку. Ну, они это все вторые и третьи номера сборного Азербайджана. Вот 20 спортсменов привезли с собой. У нас вот скоро будет чемпионат страны. Мы готовимся к этому турниру. Вот стартовый наш турнир и сбор будет значка. Здесь очень хороший, сильный турнир, уровень высокий. Поэтому мы всегда хотим участвовать здесь, чтобы наши ребят мастерства поднялись. В прошлом году у нас был один золото и один бронзор. В Газаха Магомед Расунг, Акутинбург. Хозяйка 4 приглашается. Манела в Деймон, Ставропольский край, Шапошников, Вик, Саран. Приготовиться. Ударим, азамат для всего района. Семи лет занимаюсь. Почему? У меня брат пошел. И я тоже захотела и пошла. Какая ваша команда? Приехало сколько человек? Наша команда у Сарапинского района. Два человека. Как оцениваешь свои силы? Ну, хорошо. Думаю, что я способна. Давай, давай, Датана! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА